Прямо сейчас будем следить за матчем регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором встречается действующий обладатель Кубка Гагарина Акбарс. Оговор будет отдельным. 29 лет этому канадцу. Качев. Ну вот смотрите, по ходу атаки смену проводит казанская команда. Это гол. Постма открывает счет своим великолепным броском от синей линии. Нет. А, это не это Батыршин. Ну вот, собственно говоря. Потому что пока без готовности это сочетание уступает. И вот, пожалуйста, минчане это доказывают. Бобен от передачи. И можно бросать поворотом. По-моему, Илья Хохлов как раз пытался это сделать. Илья Хохлов играл в Сочи в прошлом сезоне. 13 очков. Галиев попадает сейчас в конек. В конек Илья Хохлова. Как здорово! Галиев сейчас обыгрывает Хохлова! И Малыхин накатывался на пятачок. Йонас Энрот эту шайбу действительно выпустил. Но не увидел Малыхин. Где же она? Истров запросил шайбу в меньшинстве. Клинхаммер реализовал большинство. Еще стал 2-1. И Артем Артемов отличился за Минское Динамо на 43-й. Хенкель в меньшинстве с Осиповым сейчас. Ох, опасно-то как! И молодец Энрот. Успел-таки закрыть ближний угол. Хороший момент. Секач опять, по-моему, в маску попадает. Слетает маска. И звучит свисток арбитра. Игру необходимо остановить. Во-первых, вот это Клинхаммер. То, что упустил шайбу. Но какой же опасный бросок получился Азеведа. И успел, да, выставить руку. Продолжается смена по ходу. И все это так может привести и ко второй шайбе. Примерно с тех же абсолютно позиций, что и в первые 20 минут. Ландер перевод. Конечно, не хочется выбрасывать. Потому что проброс будет все равно смениться надо. Энроту нужно шайбу поймать. Это единственная палочка-выручалочка пока у Минска. Хороший бросок. Голд. Ну, в общем, все понятно. Все это мы видели уже в первом периоде. Молодцы. Казань. Подправление. Азеведа, да, забрасывает шайбу? Джастин Азеведа, безусловно, поздравляем. Блестящий абсолютно провел сезон. На несколько смен. Пока Михеев не очень, наверное, хорошо смотрится в этом сочетании. Поэтому, когда Свитов вернется, я не исключаю, что именно Михеев сядет в запас. Потому что Карр и Клинхамер пока смотрятся очень хорошо в этом сочетании. Опасно! Кавершин! Опять из ничего как-то возникает этот момент, с одной стороны. С другой стороны, какое-то хаотическое такое движение присутствует. Которое немного вводит в заблуждение игроков Акбарса. Шайба ходит по зоне Акбарса. Это правда. Но бросков-то нет. А так она ходить может спокойно до конца матча. Вот, пожалуйста, Уильхеш бросает, по-моему, в маску. Шайба попадает. Но игра не останавливается. Еще одно подправление. Опасно! Передача и гол! 2-1! Лисовец, автор этой заброшенной шайбы, дожали-то Киев. Вытекало из логики игры звено Бурмистрова пропустило. Китаров мы видим подправление. А дальше Кавершин на Лисовца. И здесь... Так, Павлович клюшкой задевает чуть-чуть конек... Ширыченкова. И самое главное, что он, по-моему, подправляет эту шайбу в сетку. Давайте еще раз вот смотреть. Вот клюшка Павловича. Вот она. Шайба прилетает в нее. И если гол засчитают, то это гол Павловича должен быть. Но была ли тут помеха? Было определено. Помеха вратарю. Гола нет. Автор второй заброшенной шайбы. А первый гол на счету.